Итак, друзья, всем привет. В прошлый раз я делал обзор на фильм Джейми Оливера и его пропагандистский фильм о сахаре. И сегодня мы будем делать обзор на фильм «Двойная порция» или «Super Size Me». Вы просили, и я делаю. Ну что ж, приступим. Макдональдс, Макдональдс, жареная курочка Кентукки и пицца Хат. Макдональдс, Макдональдс. Американцы – самая тучная нация в мире. Поздравляю. Я вырос в Западной Вирджинии. Сейчас этот штат на третьем месте по ожирению. Когда я рос, мама готовила ужин каждый день. В основном я помню маму только на кухне. Мы всегда ели только дома. Только по каким-то особенным случаям мы выбирались куда-нибудь. Теперь семьи делают это постоянно. Думают, ничего страшного для их кошелька. Да, но не для фигуры. Ожирение – вторая причина смертности после курения. Для того, чтобы быть толстыми, совсем не обязательно питаться в Макдональдсе или джанк-фудом или вредной пищей. Вспомните ваших знакомых и близких, у которых семейный есть культ потребления еды. Выходные обязательно с шашлыком. Восточные семьи часто этим славятся. Культ еды, много вкусного жареного жирного мяса. Вроде все готовится дома, а дети с 10 лет уже... В 2002 году нескольким американцам надоело ожирение, и они сделали то, что мы делаем лучше всего. Засудили подонков. Они предъявили иску ресторанам быстрого обслуживания в Нью-Йорке от лица двух девочек-подростков, одна из которых при росте 147 сантиметров весила 77 килограммов. В 14 лет. В сети Макдональдс 30 тысяч ресторанов. В ста странах на шести континентах, которые посещают 46 миллионов людей ежедневно. Это больше, чем население Испании. Мы видим на карте, что очень много Макдональдсов располагается в африканском континенте. Насколько мне известно, там, скорее наоборот, детки страдают именно от голода, и это одна из ведущих причин смертности, особенно детского. Они везде. В супермаркетах, аэропортах, на заправках, железнодорожных станциях, в моллах, торговых центрах, универмагах, в парках с аттракционами и даже в больницах. В больницах. А вы заметили этот риторический прием в фильме? Такие подмены и риторические приемы идут сквозь весь фильм. Мы их просто не замечаем, но именно они влияют на то, как мы воспринимаем материал и делаем суждение о нем. Память, пространственная ориентация, скорость реакции и визуальная память. Это все набор классических когнитивных параметров, которые можно измерить. И да, в научных экспериментах подобные тесты используются для этих целей в ролике. О кофеине мы измеряли краткосрочную память, внимание и скорость визуального распознавания. И у меня мои зрители многократно спрашивали, Борис, где можно найти подобные тесты? Все просто. Я хочу вам представить онлайн-платформу Викиум, где в игровой форме представлены тесты, наборы упражнений и мини-игры для тренировки и оценки когнитивных способностей. Ребята из команды Викиум дали мне полный доступ к их платформе, и на основе их алгоритмов я могу проводить в моих следующих роликах подобные тесты, как делали с кофеином, но уже на базе их платформы. И за это я выражаю большую благодарность команде Викиум. Тут можно измерить не только ваш личный уровень когнитивных способностей в конкретном тесте, но также сравнить его с другими пользователями. И также увидеть, как меняется ваш навык в течение времени. А еще у Викиум есть специальные курсы на владение новыми навыками. Например, полиглот, где в игровой форме можно изучать иностранные языки. А также есть различные мнемотехники, которые лично мне нравятся. Ссылочка будет в описании к видео. И не забывайте, прокачка мозга – понятие довольно относительное. Измерить и улучшить конкретный навык в конкретном упражнении и повысить скилл – это реальность. А вот как он уже будет адаптирован на реальную жизнь, этот вопрос еще предстоит выяснить научному сообществу, вам и мне. Макдональдс – это сеть, которая распространяется по всем учреждениям, в том числе учреждениям здравоохранения, и она способна с помощью своих мощностей обеспечить людей питанием. Неважно, мы не говорим о качестве, но это возможность предоставить всем доступную и относительно дешевую еду, высококалорийную. Юристы Макдональдс назвали этот иск несерьезным, поскольку вред такой пищи известен всем. И эти подростки не могут доказать, что проблемы с весом и здоровьем появились из-за питания в Макдональдс. Если вы каждый день потребляете домашнюю пищу, и, например, вас почивает бабушка пирожками или высококалорийными блюдами, наполеоном, например, либо готовят заварные крема различные, то это определенно опасно. И давайте привлечем к ответственности людей в возрастной категории после 60-ти. Что произойдет, если я буду питаться только в Макдональдс в течение 30 дней? Я быстро стану тучным американцем? Будет ли это неразумно рискованно? Что будет, если я буду сидеть целый день дома и смотреть один и тот же фильм? Что будет, если я буду заниматься спортом 4 часа в день? Что будет, если я буду пить 10 литров воды каждый день? Что будет, если я буду есть только сладкое или только сахар каждый день? Конечно, слишком много – это вредно. Слишком много чего угодно – это вредно для здоровья, придурок вы эдакий. Слишком много воды – тоже вредно. Слишком много – это и есть. Обозначение количества большего, чем необходимо, и полезно. Давайте выясним. Я готов. Готов на двойную порцию. Я знал, что если мне предстоит это проделать, мне понадобится серьезное медицинское обследование. Я буду консультироваться не у одного, а у трех врачей. Кардиолога, гастроэнтеролога и терапевта. Я думаю, здесь нужно еще добавить астролога. Образуется мощнейшая энергетическая сила. В космосе этот феномен называется «черная дыра». И как раз в этом моменте образуется сворачивание нашего пространства в иные портальные миры. Вы себя нормально сегодня чувствуете? Нормально. У вас наблюдается усталость или потеря веса? Нет. Лихорадка, потеря слуха, кашель, затрудненное дыхание, боли в груди. Понос, работа, боли в желудке. Вы когда-нибудь лежали в больнице? Нет. У ближайших родственников нет болезни сердца, диабета, проблем с давлением или рака. Моему дедушке делали операцию на открытом сердце. Только один из четырех прародителей умер? Да. Хорошие гены, это важно. История семьи совсем не обязательно объясняет и предсказывает вероятность развития у конкретного человека заболевания. То есть, у родителей, может быть, заболеваний сердечно-сосудистой системы нет, а конкретно при его генетическом наборе у него риск развития выше. Огульно говорить о том, что у вас хорошая генетика, будет неправильно. Нужно провести генетическое тестирование хотя бы, раз уж они говорят о генетике и на таком серьезном уровне. Принимали алкоголь? Сейчас нет. Вы не курите? Курил, набросил. Вы принимаете наркотики? Нет, уже давно. Кофе? Спасибо. Какой предпочитаете? Без кофеина, на ключевой воде, с низким содержанием минеральных веществ, не доводить до кипения, добавить полужирное молоко и один кусочек заменителя сахара и не размешивать. Каким именно товаром вы собираетесь торговать? Я как раз захватил с собой несколько примеров. Бренды, к сожалению, еще не придуманы, но уже можно сказать, что голубой порошок кокаин, а красный героин. Вы сексуально активный? Да. У вас есть девушка? Да. Ему задают различные наводящие вопросы, нет ли у вас там боли случаем, либо кровавого поноса, еще чего-нибудь. Такие вопросы могут человека настраивать на то, что через некоторое время после эксперимента он почувствует эти симптомы. Тем более в рамках шоу, когда есть давление со стороны продюсера. Ой, это серьезно, с тобой может что-то случиться. Ну, можно развить в себе ипохондрию, учитывая еще давление со стороны таких авторитетов. Так, пациент отправляется в Макдональдс на один месяц. В рамках научных исследований проводятся так называемые плацебо-контролируемые испытания и слепые исследования, когда ослепляют пациента и следователя, то есть пациент не знает, какая манипуляция проводится над ним. Мы не можем говорить о том, что это чистый эксперимент. Он подвержен влиянию множества переменных. И есть заранее уже установленная гипотеза, и задача фильма – доказать эту гипотезу, доказать, что Макдональдс – это вредно. Очень хорошо. Может быть, он нас белыми халатами называет? 140 на 95. 130 на 105. 120 на 80. Это все? Да. Эти ребята меня напрягают. Эти ребята его напрягают. Он об этом говорит. Это уже говорит о том, что он психологически подвержен воздействию авторитета врачей. Ну, типа, это серьезное исследование, испытание. Еще нужно учесть, что он волнуется, и на показатель давления может влиять его вот эта атмосфера. Это синдром белого халата. Это тоже может оказывать воздействие на показатели. Так что хорошие врачи делают измерения несколько раз. И рекомендую делать еще самостоятельно для дополнительного контроля. Вы очень спокойные. Может мне и всем пациентам так делать? И мне нравится, когда врачи внимательны. Вам нужно спуститься и сделать анализ крови. Мы попросили вас не есть, потому что если бы вы съели сало, сыр или яйца, повысился бы уровень холестерина. А если бы вы съели, например, апельсин, повысилась бы глюкоза. Более того, на показатели холестерина даже влияет положение тела. Если сдавать лёжа, например, или сидя, там показатели тоже варьируются. Показатель в анализах и реальные показатели в крови в разное время суток, они будут сильно отличаться. К сдаче анализов вы готовитесь специально, чтобы получить результат. А показатели холестерина, например, в крови, в разное время суток, в зависимости от потребления различной пищи, будут сильно варьироваться. Даже, например, активная физическая нагрузка может повышать у вас показатели ЛТСТ, ферменты печени, что может свидетельствовать о наличии заболевания печени. Трое уже есть. Анализы крови отличные. Показатель холестерина 168. Это меньше 200. Это действительно замечательно. У вас все в порядке. Почему вы думаете, что вы безумные? Вы что, вы игры со мной играете? Вы что, думаете, я целыми днями только и делаю, что думаю о том, что я псих? Я безумен. Вы уж мне поверьте. Интересно, что здесь не рассказывается о пропорциях липопротеидов высокой плотности и низкой плотности. Общий холестерин не лучший показатель. Сейчас больше ориентируется на соотношение фракции холестерина. У вас может быть низкий холестерин, но соотношение хорошее. И у вас может быть все хорошо в этом плане. Если у вас низкий холестерин, но соотношение плохое и много липопротеидов низкой плотности, то это не лучше, чем если бы у вас был высокий холестерин, но соотношение было другое. Состояние вашего организма невероятное. Анализы просто отличные. Главный герой готов к анализам. Он не ел, не пил. Врачи его опрашивают. Он здоров как космонавт. Он не курит, он не пьет, он потребляет здоровую пищу. Очень интересно было бы посмотреть, какой будет вход уже в конце эксперимента. Придет он, объевшись, опившись колы, наевшись картошкой фри с утра перед анализами. И как к нему будут уже относиться врачи, это интересно. Потому что у врачей уже заранее есть установка, что он здоров. Через несколько месяцев в употреблении такой пищи у врачей уже будет установка, что он болен. Они будут искать специально показатели, которые будут отклоняться от нормы. Ты говорите, ночью у вас затрудненное дыхание? Верно. Мокрота есть? Нет, вроде. Отхаркивали желтую или зеленую слизь? Кровь? Нет. Тяжесть в груди? Немного. Главные боли? Кроме как от детей? Вроде нет. Вы в отличный форме? Есть риск повредить сердцу. Я думаю, у вас может повыситься уровень триглицерита. Могут быть повреждения сердца. Сейчас он 87, я думаю, это изменится. Вот, они уже заранее предсказывают, что с ним будет. У них есть установки. Могут адаптируется. Это хорошо. Почки справятся с дополнительной солью, а печень сможет метаболизировать лишние жиры. Почувствуете ли вы себя жалким? Я не знаю. Может быть. Но все это ерунда. Тогда я хочу, чтобы вы попробовали вот это средство по одной двадцать раз в день. Давайте сначала узнаем ваш рост и вес. Рост 188. Вешу около 84 килограммов. Но другое дело, какая у него пропорция мышечной ткани к жировой ткани. Пропорции роста и веса нормальные. Могу вам сразу сказать, ваш индекс веса в пределах нормы. Вы нормального телосложения, жирением не страдаете. Если мы возьмем, например, Арнольда Шварценеггера. С его ростом и с его весом в одежде врач-диетолог может с уверенностью сказать, что он имеет степень определенного жирения. Здесь важно оценивать соотношение мышц к жировой ткани. У него это сделано не было. Вот диетолог просто огульно сказал, ну у вас все хорошо. 84 килограмма. Адипометр покажет нам плотность тела. У тебя 11% жира. Отлично. Показатели адипометра тоже довольно условные. Они зависят от потребления жидкости. Они зависят от потребления соли, от времени цикла, если мы говорим про женщин. То есть, у него могут быть отеки. Он мог выпить, например. У него появилась небольшая отечность в этих областях. То есть, здесь есть еще вопрос задержки жидкости, поэтому показатели могут тоже варьироваться. Идеальный вариант – это соотнести фотографии в одном ракурсе, при одном свете, в одних и тех же условиях. Это более реалистичные показатели, чем цифры по замеру защипа кожи. Потому что можно защипнуть по-разному. Сейчас проверим гиперсть. Хорошо. Отлично. Вот так. 38 сантиметров – твой результат. А это старый добрый тест для проверки силы и мускульного сопротивления. 36. Молодец. Если вы отжимаете с зали, то вы не просто отжимаетесь, а вы проверяете ваше мускульное сопротивление. У тебя показатели выше нормы для твоего возраста. Так и есть. Ты в отличной форме. Молодец. Более 60% американцев не делают никаких упражнений. В течение следующих 30 дней я тоже не буду. Но мне все же придется ходить. Во время эксперимента он перестает заниматься спортом. Если вы будете питаться точно так же, как питались раньше, но снизите вашу физическую активность, и это повлияет на показатели уровня холестерина в крови и на уровень триглицеридов. И это прямая взаимосвязь. Чем ниже активность, тем выше уровень холестерина, и меняется соотношение. Поэтому физическая активность рекомендуется как деятельность, защищающая сердечно-сосудистую систему. 2500 калорий при снижении физической активности, учитывая еще то, что он будет есть junk food, который не всегда можно легко просчитать по калорийности, то это тоже фактор. Ему будет необходимо меньше энергии. Небольшая часть, там 10% за счет физической активности, но все равно это вносит свой вклад. Сколько средний американец проходит в день? У нас есть такие шагомеры, счетчики шагов. Он может подсчитать до 2000 шагов. 2000 шагов – это километр и 600 метров. Люди, которые работают в офисе, ездят на машине, пользуются лифтом, совершают в среднем от 2500 до 3000 шагов за целый день. Но вы не можете ограничить себя пятью тысячами шагов в день. Я думаю, он выдержит месяц, но через неделю это уже коснется наших взаимоотношений. Ты вегетарианка? Да, вегетарианка. Что это такое? Я не знаю. Он живет с супругой, и супруга вегетарианка, или это девушка его. Смысл в том, что у него есть стандартный режим питания, который он придерживался длительное время, и он резко вносит изменения в свою жизнь и полностью переключается вообще на другой тип питания. Он будет есть жирную картошку, бургеры, которые он раньше не ел. У него могут быть проблемы с пищеварением, у него может быть рефлюксы от крышки, и все остальное просто из-за резкой смены стандартного пищевого протокола. Это тоже, кстати, нужно учитывать. Сниженное потребление белка, допустим, тоже будет влиять на вздутие, гнилостные процессы, если человек не привык потреблять большое количество пищебелкового происхождения. Это как после гуляния и пьянок вам становится плохо именно из-за вот той булочки из Макдональдса, которую вы ели, именно из-за бургера. Тут у нас овощной торт, кино с жаренными овощами, артишоки, обычный зеленый салат. Я так понимаю, он питается постоянно именно пищей подобного формата, и для него будет переход на диету с большим количеством мясных продуктов, субпродуктов, соединительной ткани, в том числе, если говорить о наггетсах и о котлетах, в которые все равно так или иначе попадает нечистое филейное мясо. Это будет влиять на его пищеварение. Я не удивлюсь, что у него там будут и поносы, и расстройства, и все остальное, учитывая количество жира, которое он будет потреблять с каждой порцией. Чисто из-за того, что он не привык к этому. Первый день, и я иду завтракать. Мне макмаффин с яйцом, пожалуйста, большую порцию. Он взял большую порцию, это сопоставимо по калорийности с его последним ужином, если мы берем вообще всю зелень, которая там есть, и то, может быть, и не дотянет. В пище из Макдональдса мало волокон и клетчатки. Это все-таки рафинированные продукты. И учитывая то, что он потребляет большое количество волокон, для его желудочно-кишечного тракта это будет крайне непривычной пищей. Он мог бы еще брать колу-зеро, например, и ролик о подсластителях у меня есть вот здесь, и таким образом снижать количество потребляемой энергии. Но он этого не делает, да и, в принципе, и зачем. Его задача – нажаться таким образом, чтобы в конце ролика ему было очень плохо. Режиссер, наверное, хотел показать, смотрите, мы сделаем вегану плохо. Единственное, что я сделал сегодня, это вышел из квартиры, спустился по лестнице, чтобы отправиться в Макдональдс. Сделал 1272 шага, сейчас я поймаю такси на углу. Такси поможет набрать мне вес. Я это уже сейчас вижу. Просто снизить активность и продолжать питаться, как он питается обычно, он тоже будет набирать вес. Ну, кого это волнует? На овощах ведь нельзя потолстеть. Средний житель Нью-Йорка за день проходит 6-8 километров. Это очень много. Мне повезло. На моем пути часто встречаются кафе и ресторанчики. Даже в фильме было сказано, что средний американец довольно активен 6-8 километров в день по шагометру. А его погружают в состояние, в котором он вообще не двигается. То есть это даже не средний срез. Запишу туда МакМаффин и остальное, что съел сегодня. Джон Бензов наблюдает за судебными процессами в пищевой отрасли. Дает консультации юристам, которые этим занимаются. Для них были построены закрытые игровые площадки внутри ресторанов. Я знаю много мест, где есть эти площадки, и вы не можете не отвезти туда ребенка. Да, если у вас есть ребенок и вы хотите перекусить, то вы будете отдавать предпочтение ресторанам местам, где есть детские комнаты, где ребенок может поиграть и у вас будет время отдохнуть, перекусить и не волноваться за чадо. Это нормально. Это рестораны, которые заботятся о своих потребителях и привлекают больше клиентов, так делают. Это клево. Что в этом такого? Юрист же это использует как довод для того, чтобы показать всю грязь и манипуляцию Макдональдса. Детей отдавать туда. Вообще Рональд Макдональд будет их развлекать. Может, ты хочешь попить себе здесь? В Макдональдс работают клоуны, которые играют с детьми, развлекают их. По телевизору даже показывают мультфильмы с этими клоунами. Есть с двух сторон аргументация. Первые люди говорят о том, что Макдональдс используют специальные технологии, чтобы быстрее удалить клиента из ресторана. Используют яркие стены, музыка неприятная, столы неудобные, постоянный шум, очередь, звуки и так далее. Это не заставляет постоянно циркулировать людей, и люди не задерживаются, не сидят там по несколько часов. Другая история – это то, что привлекают специально людей, чтобы они там долго сидели. Там есть клоуны, которые развлекают, строят детские площадки, детские комнаты и так далее. То есть эти аргументы можно использовать в обе стороны, когда захочется. Хотите обвинить Макдональдс? Говорите, что они привлекают клиентов и манипулируют ими. Хотите сказать, что они заботятся о клиентах? Говорите, что они строят детские площадки. Хотите сказать, что они заботятся о здоровье клиентов? Поэтому быстро их выгоняют, чтобы они не получили еще одну двойную порцию. Либо они прогоняют клиентов для того, чтобы поток клиентов увеличить. Это такие аргументы, которые можно использовать для защиты любой позиции. Ну, как юрист, собственно, и делает. Таким образом они привлекают и детей. Я думаю, всем нам не безразличны наши дети. Все ради детей, все ради детей. Что не сделаешь ради наших детей? И это касается даже стариков. Идеальные фразы для любого аргумента. Они всегда его окрашивают в позитивный свет. Так, кстати, сделал один известный блогер, когда пожертвовал деньги дому детскому буа. Почему вы судитесь с компаниями «Фастфуд»? Думаете, я скажу, что это своего рода соревнование? Или какая-то благородная высшая цель? Так ведь? Я думаю, компания «Фастфуд» – основной распространитель этой эпидемии. В 2000 году доктор Сычер, военный хирург, первым обратил внимание на проблему ожирения населения. Он называет это «национальной эпидемией». Я заметил, что все увеличивается в размерах. Я заметил, что с возрастом я увеличиваюсь в размерах. Также в США есть проблемы с доступностью фруктов, овощей и прочего. В магазинах очень много джанк-фуда и полуфабрикатов. Я бы на их месте судился бы с магазинами, потому что они не предоставляют людям полезную еду, а опичкают их всякой дрянью. Надо это тоже рассмотреть. Наверняка там можно было бы много исков подать и баблишко собрать, вот как они делают. Ради благих целей, конечно. Я думаю, всем нам не безразличны наши дети. Первоначальная порция – вот она. Она содержит 200 калорий, а двойная – 600 калорий. Какая прелесть! Когда у нас молоко раньше было литром, постепенно становится 900 миллилитров, 850. У них, наоборот, размеры порции растут. Это литр 800 миллилитров. Содержит от 600 до 800 калорий. А если это кола лайт, она содержит 0 калорий. Давайте двойной. Посмотрите на эту колу. Она же огромная. Двойной 100-граммовый сыр. Больше калорий, чем где-либо. Отвратительно. Но я это съем. Пять минут спустя. Я объелся. Все эти двойные порции, они огромные. А я не съел даже и половины. Удивительно. Двойные порции большие. Вот это да. Помимо того, что он двигается меньше среднего американца, ест больше среднего американца, он еще и заставляет себя есть после того, как объелся. Часто ли вы так делаете? Я чувствую, что это какое-то насилие надо мной. Настоящее насилие. Десять минут спустя. Теперь мне стало плохо от Макдональдса. У меня будет мак-пузо и мак-больканье, мак-тяжесть и, думаю, мак-боль в желудке. Сейчас у меня мак-газы и мак-тошноты. От воды водорвота, водотошнота, водопонос, вододиурез. Двадцать две минуты спустя. Я умираю. Это выглядит просто отвратительно. Ужасно. Он поел и через двадцать две минуты он мучается и продолжает в себя запихивать еду. Вот как здесь показано. То есть, по факту он уже час, чуть больше ест, продолжает есть. Не знаю, сколько он там времени ел до этого, но факт в том, что он уже просто сидит и ест на камеру и мучается на небесах. Ну, это выглядит просто отвратительно. Не важно, какую еду вы едите. Это дикость какая-то. Ставите на стол, нажимаете на кнопку и он блюет. Какая мерзость, боже мой. Так можно снять любую передачу про любую штуку, которую можно съесть. Можно объесться чем угодно и проблеваться. В этой стране больше трех миллионов автоматов с газированной водой. Один на девяносто семь американцев. В этом мире люди передвигаются исключительно на автомобилях. Я думаю, надо запретить автомобили в том числе. И общественный транспорт тоже упразднить. И поставить велодорожки для всех. Ну, потому что это не дело, как люди становятся менее активными. Это серьезная проблема, болезни. Надо все запретить. Транспорт тоже. Это же обесогенная среда. Вот надо запретить. И вообще лучше, чтобы у людей кровати тоже не было. Чтобы они на полу спали. Спали меньше, соответственно, больше двигались. И запретить отдыхать, например. Лучше рабочий день продлить до 12-16 часов. Чтобы тоже заботиться о здоровье населения. Это шутка. Нам лень ходить пешком. Машины делают это за нас. День третий. У меня в желудке с утра кошмар творится. Ничего хорошего. Ну, понеслась. Я чувствую, что эта история уже дает о себе знать. Например, мой пенис делает вот так. Это меня пугает. Я пришел сюда лечиться. От чего? Бог ты мой. И как вы только диплом получили от сумасшествия. Я слегка спятил и хочу, чтобы вы меня вылечили. От чего? Если проще, от Макдональдса уменьшается член. Пишите комментарий, если у вас прибавилось несколько сантиметров после бургера из Макдональдса. Прилюдно осуждаются курящие люди. Но другая проблема остается закрытой. Почему бы не осуждать толстых людей? Почему не осуждать их так же, как курящих? Это общественная проблема. Это тоже фраза, которая в конце добавляется. Это тоже общественная проблема. Это риторический прием, который позволит вашей речи звучать благозвучнее и создавать иллюзию благих целей. Ради детей? Подумайте об этом. Уловка одной из табачных компаний – заголовок вроде «Бренд для дальнейшего использования в жизни». Очень хитрый бренд. Они купят сигареты, начнут курить их в 4, 5 или 6 лет, при этом даже не глядя на упаковку. Вы собираетесь распространять наркотики? Да, рынок ждет, и я готов к действиям. Европа открыта для этого бизнеса. Средний возраст покупателя определен в сегменте 12-15 лет. И если мы сможем привить им лояльность к бренду, это будет отлично. Если спросить их, какая была упаковка, они не ответят. Но идея в том, что это откладывается в памяти, и когда они вырастают, начинают курить, тогда они идут и берут именно ту пачку, даже не осознавая этого. Потому что они играли с такой же, когда были детьми. Та же самая история и здесь. Они довольны, все отлично. Им запомнились теплые чувства, как они играли, получали игрушки, как были с родителями. Это возымеет свой эффект, поверьте мне. Здесь эталонный пример классической логической ошибки. Во-первых, люди не обязательно будут курить во возрастном возрасте. Во-вторых, люди не обязательно будут отдавать предпочтение какому-то конкретному бренду или пачке. Вкусы меняются и во взрослом возрасте тоже. Нет в наличии этой пачки, будет другая, третья, четвертая. Также с едой. Нет в наличии мяса, которого вы любите, вы возьмете что-нибудь другое. Нет вкусняшек, которые вы любите, но вам хочется их, вы возьмете что-нибудь другое. Поэтому, проезжая с ребенком мимо ресторана фастфуд, я каждый раз буду бить его. Лучше шокером бить. Тогда он никогда не захочет прийти сюда. Точно. Пока его мама на кухне, бейте его ремнем и лучше по голове, когда будете проезжать мимо Макдональдсу. Ожирение не всегда связано с наличием джанк-фуда. Можно быть толстым и без всякого фастфуда. И вот различные Венеры 22 тысячи лет назад как-то они набирали без джанк-фуда. Раньше она была совсем худенькой. У нас все в семье такие. Моего прадедушку похоронили в коробке из-под пианино. Это давняя история. Ей много лет. Дедушку хоронили в коробке от пианино. Любят объяснять ожирение генами, истории родителей, семейной истории и еще чем-то. На самом деле это стандартная культура питания, которая закладывается родителями в своих детях и в семьях. Проще они много ели и научили своих детей есть точно так же. И для детей это норма. И они понимают, почему они вот такие толстые. Дети учатся у родителей. Просто важно понять это однажды и захотеть изменить что-то в себе. Тогда все получится. Это так здорово знать кого-то или говорить с кем-то, кто испытывал те же проблемы, что и я сейчас. Спасибо. Мне очень нравится он как религиозный гуру. Сказал что-то, поддержал ее, но не дал никаких конкретных руководств к действию. Он просто сказал, ну надо поменять мир такой. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Мне трудно, потому что я не могу каждый день есть сэндвичи, но он говорит, это единственный выход. Он сказал, надо попробовать, но я не могу. Я пыталась похудеть разными способами, но это вредит моему организму. Это вредно то, что я делала. То, что она делает, это вредно, поэтому лучше набирать вес. Худеть вредно. Это вредит организму. Откуда это взялось вообще? Резкие диеты, когда человек отказывается от приема пищи, конечно, вредны. Здесь необходимо постоянство, стабильность и постепенное снижение калорийности. А резкие изменения – это всегда стресс. У меня с детства были проблемы. Я ел много мороженого, больше, чем вы даже можете себе представить. У нас даже бассейн был в форме мороженого. У нас был холодильник, в котором был не только 31 сорт мороженого, но и другие сорта, которые находились в разработке. И я стал дегустатором. Я должен был все одобрить. Мне это нравилось. Какому бы ребенку не понравилось. У меня было буквально безлимитное количество мороженого. Я ел мороженое на завтрак. Но я часто болел. И не был худеньким. Поворотный момент наступил, когда мой дядя Берт Баскин, партнер и зять моего отца, совладелец компании Баскин Робинс, умер от сердечного приступа. Ему был 51 год. Он весил около 108 килограммов. Такой был тяжеловес. Стив Джобс умер от рака. Айфоны вызывают рак. Так же, как совладелец Баскин Робинс умер от сердечного приступа. Значит, его продукты вызывают сердечный приступ. И когда он умер в таком возрасте, я спросил отца, «Ты думаешь, сердечный приступ как-то связан с тем количеством мороженого, которое он съедал?» Мой отец ответил, «Нет». Его сердце просто устало и остановилось. На тот момент он продавал невообразимое количество мороженого. Он не хотел даже думать о том, что это могло кому-нибудь навредить. Не хотел думать, что это могло привести к смерти его зятя, партнера и лучшего друга. Никогда. Я прямо предсказал, что он будет именно эту аргументацию использовать. Что раз он занимался мороженым, значит, от этого умер. Классика просто. Мой отец, второй совладелец компании, умер от диабета. И связь эту невозможно отрицать. Невозможно. День пятый. Хочу заказать обед с двумя чизбургерами. Давайте двойной. Второй раз. Сейчас вы употребляете около 5000 калорий в день. Средний показатель 4986. Он потребляет в среднем больше рекомендованной нормы в два раза. Вот, соответственно, если мы допустим, что у него 2500 калорий его нормы потребления, и в день он потребляет 2500 калорий, то мы можем приблизительно сказать, что он набирает 300-250 грамм жира в день. За месяц он где-то, судя по текущим данным, 7,5 кг жира должен приблизительно набрать. Посмотрим, сколько будет, если он сохранит такое потребление калорий. Резюмируя, он в два раза больше ест рекомендуемой нормы. Он в два раза меньше двигается, чем среднестатистический американец. Он ест не в себя, когда уже есть не хочет. Он блюет, он берет двойные порции, и он отказался от физической активности. И, в общем, он делает все, чтобы испортить себе здоровье. Этот эксперимент не имеет никакого отношения к реальности, но это пугает. Я не верю своим глазам. Нужно срочно прекратить этот эксперимент. 88,5 кг? Не может быть. Вы набрали 5% своего веса. Так быстро набирать или сбрасывать вес очень вредно. Вы едите фастфуд? Да, к сожалению. Да, да, я обожаю его. Я обожаю фастфуд. И как часто вы едите фастфуд? Каждую неделю. Раз или два раза в неделю. А мы сейчас идем в Макдональдс. Минимум два раза в день. Мы сегодня еще ничего не ели. Мы как раз шли в Макдональдс. Я беру обычно второй номер. Чизбургер, двойную колу и картошку. Двойные порции с беконом. За 69 центов. Это выгодно. Да, с беконом. В интервью им попались ребята, которые обожают фастфуд. Постоянно там питаются. И прямо сейчас идут в Макдональдс. Но почему-то они не толстые. А те, кого опрашивают, полных людей, они жалеют о том, что они иногда несколько раз в неделю забегают в фастфуд. Странное противоречие не находите? Да фигня все это. 25 минут на беговой дорожке, и все позабыто. Немного поработать, поделать упражнения. А если отжиматься, можно похудеть быстро. Я вот худею, я отжимаюсь, и все такое. Я спортивный чувак. Фигня все это. Из всех интервьюируемых они оказались самыми адекватными в вопросе питания. Их готовят из старых кур, которые больше не несутся. Из кур с невероятно большой грудкой. Их ощипывают и помещают в специальную мясорубку. А затем добавляют консерванты и стабилизации. Им придают форму. Так готовят любые котлеты, любые полуфабрикаты. То есть, они здесь специально добавили старых куриц. Я думаю, что это не так. Обязательно старые курицы такие отвратные. Их прям забрасывают. И из старой кожи получается Макнаггетс. Прям такое ощущение. Макдональдс хотя бы позволяет курицам дожить до старости. Я никому не говорил, но в последние несколько дней у меня в груди появились, нет, не боли, но какие-то неприятные ощущения вроде тяжести. Как будто мне на грудь что-то давит. Что-то мне это не очень нравится. Я предполагаю, что у него появился рефлюкс или герб за счет тяжелой жирной пищи, когда содержимое желудка попадает в пищевод и обжигает условно, и ощущение появляется в области сердца, как будто это болит сердце. На самом деле это именно кислотный рефлюкс. Ужасный запах. Хуже просто некуда. Бывает и хуже. Не бывает. Ты просто не чувствуешь, как от тебя воняет. День восьмой. Посмотрите на это рыбное филе. Жуть. Господи, это отвратительно. Ужасно, да? Ну что ж, и как же проявляется это ваше безумие? Так, только будьте добры, смотрите внимательно. Сразу виден посыл и смысл. Блевотину снимать, показывать еду, пережеванную задницей вот его. Он сидел на ней целый день, в кармане носил. Я себя сегодня плохо чувствую. Не то чтобы меня тошнит, но чувствую себя плохо. Я заметил, что после еды я быстро начинаю чувствовать голод. И мне хочется еще, еще, еще и еще. Мне уже надоело их меню. Очень странно. Он хочет еще, еще, еще. Хотя совсем недавно он не мог в себя запихнуть картошку и блевал. Непонятно, что с ним происходит, но посмотрим, что будет дальше. За последний год я съел 741 Big Mac. Это больше, чем 2 в день. Так что бывает, я съедаю по 3. Но это только потому, что они стали немного меньше. 90% моего дневного рациона – Big Mac. У нас есть человек с огромным опытом ежедневного потребления Big Mac. И он сообщает о том, что они стали меньше. Нам же специалист в области фастфуда в этом же фильме рассказывал о том, что порции почему-то становятся неожиданно больше. И этот ценитель Big Mac худой. Обед с мясом, мясом, сахаром и жиром. Первый анализ крови. Я на следующий же день ослабил ремень на одну дырочку. Ваша девушка вас, наверное, любит. Она ненавидит меня. Вы съедаете в 2 раза больше, чем вам нужно. Вам нужно перестать пить все, что вы пьете в Макдональдсе, кроме воды. Помните, в начале ролика мы говорили о том, что даже минимальное количество еды может повлиять на результаты анализов. А тут буквально после жирного, обильного ужина, не показано, в какое время он ужинал, когда сдавал анализы, но он поел, он сдал анализы. Это вообще не учитывается. Да и зачем? Если можно получить отвратительную картину в результатах анализов и снять такой фильм. Второе взвешивание. Поехали. Эрик, смотри, 92? Да, около 92. Вы набрали 10% веса. Это почти 8 кг за 12 дней. Подобные изменения в весе – это нереальный стресс для тела. Просто начните носить с сегодняшнего дня дополнительно 12 кг веса на спине, утяжелители повесьте. Вы почувствуете, о чем идет речь. Не делай это. Не делай это. Но я обрадовалась. Моя мама называла меня Федди. Нет, нет, нет. Мы не идем туда. Но я был в этот мечт. Нет, мы тоже не идем туда. Но мой хороскоп сказал… Мы действительно не идем туда. Просто, просто, прекратите. Мы стали не только самой толстой нацией в мире, но и самой тупой. Это сложная миссия для школ. Мы сокращаем каникулы в начальной школе, как я уже говорил. Сокращаем так, чтобы дети могли подготовиться к экзаменам. Также я уже говорил, что нам необходимо делать что-то с толстыми детьми, которые только научились читать. Толстые читатели. Появляется ощущение, что дети стали тупыми, потому что об этом сказал директор. Ну, и у него какое-то пренебрежительное отношение к детям с лишним весом. Сейчас бы, наверное, за это интервью ему бы… его прошеймили бы обязательно. С тех пор, как мы здесь, я в день прохожу меньше 800 метров. День семнадцатый. Несу свой обед и ужин, чтобы не выходить из дома. Я не собираюсь становиться вегетарианцем только потому, что ты этого хочешь. Я же не говорю, чтобы ты стал только потому, что я этого хочу. Я говорю, что нужно задуматься о том, что все настолько продажное и безнравственное, неправильное, вредное. И ты часть этого. Как отстраниться от этого? Почему ты не хочешь? Почему я не хочу отказаться от мяса? Да, потому что оно тебе нравится. Да, оно мне нравится. Мне нравится бекон, нравятся свиные отбивные, а ветчина – это вообще великая вещь. Героин, наверное, тоже удивительная вещь. При чем тут героин? Героин и ветчина – это разные вещи. Извини, но ветчина и героин – совсем не одно и то же. Нет, нет. Почувствуете ли вы себя жалким? Я не знаю. Может быть. Но все это ерунда. Ваша девушка вас, наверное, любит. Она ненавидит меня. Там нет курицы. Это мой обед с холестерином. Это протеин. Значит, обед с протеином. Углеводы. Меня беспокоит его здоровье. К концу дня он так устает, буквально изможден. Он приходит с работы очень поздно и держится только на сахаре и кофеине. А потом он падает. Во время секса он уже не такой энергичный, как раньше. Мне приходится быть сверху, иначе он быстро устает. Я думаю, насыщенные жиры препятствуют притоку крови в его пенис. Наверное, любит. Она ненавидит меня. Я более чем уверен, что проблемы с эректильной функцией у него связаны не с резким набором веса, а с психоэмоциональным состоянием. Думаю, что дома ему еще мозги промывают на тему того, что он гробит свое здоровье. Это тяжело. Этот фактор тоже нельзя исключать. В случае их семьи нужна поддержка со стороны супруги, которая скажет, да, давай, ешь дальше, проводи эксперимент, закончишь, выйди, мы будем делать, что хочешь. А на деле здесь есть эмоциональное давление со стороны супруги. Она не только говорит, что то, чем он занимается сейчас, это вредно для его здоровья, но также его агитирует полностью поменять свой режим, когда он не может это сделать, потому что находится в рамках эксперимента. День восемнадцатый. Сегодня я ужасно себя чувствую. Опять болит голова, как будто кто-то тянет за сухожилие внутри глаз. Мой организм, мое тело меня ненавидит. Да, не, 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 не волнуйся об этом. Я боюсь двигаться. Ну, прекратите! Третье взвешивание. Девяносто один с половиной килограмм. Я сбросил полкилограмма. Слава Богу. Мускулы весят больше, чем жир. Возможно, вы сбросили мышечный вес и набрали жир. Я сбросил полкило. Пойду-ка поем. Он двигался мало, и, возможно, у него была небольшая убыль по мышечной массе. Но надо учесть, что его предыдущий опыт питания, как я понимаю, был низкобелковым. Не рассказывает, как он питался раньше. Но, видимо, с супругой ели много овощей. Следовательно, у него было мало мяса. Он повысил употребление мяса и белковых продуктов. И можем также сказать, что он, вероятно, набрал не только жир, но и мышечную массу. Но здесь не было четких замеров и измерений. Поэтому мы можем говорить, как он потерял мышечную массу, так и набрал мышечную массу. А эти скачки в полкилограмма легко объясняются не потерей мышечной массы, а тем, что он в туалет сходил. В машине мне стало плохо. Очень плохо. Мне было очень, очень плохо и очень грустно. Я начал есть, и мне стало лучше. Вот сейчас я себя чувствую отлично. Чувствую себя отлично. С ума сойти. Да, девочка. Да, ты сошел с ума. Ну и как вы намерены лечить мое безумие? Никак. Я не считаю вас безумным. То есть, по-вашему, каждый день запихивать хлеб в ботинки – это обычное дело, да? В вашем извращенном мире это считается совершенно нормальным. 150 на 90. В первом измерении у одного из врачей у него было давление 140 на 95. Сейчас ему измерили давление 150 на 90 на 10 пунктов. Он пришел на прием с головной болью, а головная боль связана с давлением. Давление может вызывать головную боль, но также и наоборот. Головная боль может провоцировать повышение давления. И об этом есть ссылочки вот здесь, в исследованиях на эту тему. Причем они довольно свежие. Очень интересно, рекомендую ознакомиться. И будет в описании к видео на YouTube. Головные боли могут быть гипертоническими, а могут и не быть. Это может быть от уровня сахара в крови, а может быть и нет. У вас может быть гиперинсулимическое состояние. Вы, может быть, умираете, а может быть и нет. Вы, может быть, здоровы, а может быть и нет. Ну, это… Мне нравится этот врач. 150 на 110. До этого ваш уровень холестерина был 165. Сейчас он 225. Полагаю дальше, вы скажете, что холестерин тоже не вредит организму. А что это? Ну… Я прекрасно знаю, что это, но почему-то думаю, что вы впервые услышали о нем всего пять лет назад, не так ли? Да, но слишком много холестерина… С чего вы взяли? Все это знают. Вы врач? Нет, но это так очевидно. Что значит очевидно? Вы даже не знаете, что делают легкие, если врач вам об этом не скажет. Человечеству понадобились тысячи лет, чтобы понять, для чего нужно сердце, кровеносные сосуды, почки. А вы прочитали пару дорожных журналов и решили, что знаете о человеческом теле больше, чем я? То, что мы можем сказать точно, да, у него в анализах изменился уровень холестерина, учитывая повышенное потребление жиров, изменение триглицеридного профиля и набор веса. Главное, он набрал вес. Печень воспалена или повреждена, она будет пропускать ферменты в кровь. Знаете, сейчас ваша печень выглядит как паштет. Почечные ферменты были на уровне 21, сейчас это 130. У него повышенные ферменты, и они говорят о том, что печень не в порядке. Чтобы диагностировать серьезные изменения в печени, необходимо проводить УЗИ печени и дополнительное обследование. Наличие повышенных ферментов в крови не свидетельствует о том, что с печенью что-то не в порядке. Это говорит о том, что уровень ферментов вырос. Это может быть также связано с разрушением мышечной ткани. У него длительное время была гиподинамия, он не двигался. Это естественная история для людей с повышенной физической активностью, так же и для людей с гиподинамией. Они объясняют результаты анализов только питанием. Подозревать жировую дистрофию печени в его случае пока рано. Он еще не так долго находится в этом состоянии, чтобы у него печень превратилась в паштет, как говорит специалист. Другой показатель ферментов. Вместо 20 – 290 – это плохо. Вы изнурены, чувствуете вялость, постоянную апатию. Я ни разу не видел, чтобы печень довели до такого состояния жировой диеты. Или ему не попадались в практике те, кто впихивает в себя колоссальное количество еды, а потом блюет и снимает блевотину на камеру, а потом ноет, что ему плохо. Вот такие тоже люди бывают. Но они скорее для врачей по другому профилю. Вы больны и наносите себе постоянный вред. Вы можете перестать болеть, если остановитесь. Я боюсь, что произойдет что-то непоправимое. Что будет нанесен такой ущерб, что… Я не знаю. Что говорят врачи? Ты сможешь потом нормально питаться? Они говорят, что все придет в норму. Парень просто 2 недели ест в Макдональдсе. Это не сибирская язва. Но врачи уже накрутили всех родственников. Ему звонит мама. И ей наверняка сказали, знаете, у вашего сына печень в паштет превратилась. Вот. Я представляю, какое психоэмоциональное состояние у главного героя, учитывая давление со стороны всех, кто ему говорит, что он делает полную херню. Ну, он действительно делает полную херню. Но это еще подкрепляется его уверенность в том, что у него портится здоровье результатами анализов и выговорами врачей. Да, да, они говорят, что все можно вернуть. Печень, я тут прочитал, печень очень быстро восстанавливается. Она сама заживает. В скорой помощи используется наркотик под названием налаксон. Его используют при передозировке героина. Нел Барнард – это известный пропагандист веганства. Ну, вот прям вот один из известных ведущих ученых, который сделал исследование на тему кардиозащитных эффектов вегетарианской диеты. А потом выяснилось, что там еще препаратами людей кормили дополнительно, и они были на диете. Вот. Но, естественно, диету вывели как лучшая диета для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом у меня есть ролик вот здесь. Поступает человек с передозировкой, в коме, он умирает. Ему вкалывают этот наркотик, который блокирует определенные рецепторы в мозгу. Героин перестает работать. Человек приходит в себя. Если дать этот наркотик человеку, который жить не может без шоколада, произойдет невероятное. Он потеряет всякий к нему интерес. Он откусит и отложит его в сторону. Скорее всего, если человеку укалывают такой препарат, он не захочет не только шоколада, но и ничего остального. Как бы закиньтесь барбитурой и попробуйте поесть шоколад. В меню ресторанов фастфуд всегда есть дополнительные компоненты. Они берут кусок мяса, покрывают его сыром, в котором, несомненно, содержится казаморфин, опиаты, которые нашли в протеине в сыре. Они подают его с газированной водой, в которой полно сахара и кофеина. Про казаморфин, про все эти забавные вещи, про опиаты в молочных продуктах, есть замечательная статья о Дмитрии Пикуля. Ссылочку оставляю в описании к видео. Это безумно смешно, это как пугает, например, белком животного происхождения, что, мол, белок животного происхождения вызывает рак и так далее по списку. Находят что-нибудь, и это что-нибудь обвиняет во множестве бед, которые вызывают молоко, например. Говорят, что молоко, от молока человек зависит так же, как от наркотиков, как от опиатов. Так что, если вы сегодня пили молоко или употребляли молочную продукцию, я поздравляю вас. Вы наркоманы. Так что не пугайтесь с самого раннего детства. Ваши матери, кормя вас грудью, делают из вас наркоманов. Это Брюс Холлетт. Через несколько минут ему уменьшат желудок до размеров маленького яблока хирургическим путем. Около 70% людей, страдающих ожирением и повышенным кровяным давлением, смогут от него избавиться. Доктора Эдам Нааман и Карл Гайслер проведут операцию. Вместе они провели около 500 таких операций и и так владеют техникой, что операция длится не более получаса. Пациенты выписывают на следующий же день. Какие счастливые врачи и хирурги, им бы лишь бы разрезать и что-нибудь вставить в желудок. Просто ужас. Не говоря о том, что там есть нарушение внутреннего фактора КАСЛА, это способность поглощать витамины группы В и прочие-прочие вещи. То есть урезается часть желудка, сокращается, сшивается. Ужас просто. Человеку нужно учиться контролировать свое пищевое поведение. Можно принимать анорексики, препараты для подавления аппетита. Но идти на хирургическую операцию – это полный трешак. Причем есть история о том, что человеку урезали желудок, он продолжил питаться так же, как питался раньше. В итоге все вернулось в такое же состояние. У него увеличился объем желудка, и он продолжил толстеть. Сейчас мы выяснили, что это единственная операция, которая помогает преодолеть диабет. Других вариантов нет. Теперь медицина, генетика и евгеника навсегда соединились с политикой. Что из этого выйдет, станет ясно позднее. То есть операция по ушиванию желудка – это единственный способ преодолеть диабет. Они, может быть, имеют в виду, это единственный способ позволить человеку меньше есть, но никак не преодолеть диабет. Операция по удалению половых органов – лучший способ предотвратить заболевания, передающиеся половым путем. Я думаю, это свойство человеческой натуры – искать кардинальные методы. Задача Евгеники – спасти человечество от болезней и саморазрушения. Такая человеческая натура, так что я сошью желудок, мне ничего этого не стоит. Я проснулся от того, что не мог дышать. У меня затруднено дыхание. У меня жар и сильное сердцебиение. У него депрессивная симптоматика. Не на фоне такого питания, а на фоне общего давления со стороны экспериментаторов. И постоянно под камерой находиться тоже непросто. Электрокардиограмма нормальная. Глубокий вдох. Выдох. Так, сейчас я не могу сказать ничего определенного, насчет боли в груди. Боль в груди, скорее всего, у него связана с рефлюксом, я предполагаю. Это ужас. Вы видели эти цифры? Видели? Они вопиющие. Вы видели в фильме «Смерть в Лас-Вегасе». Там Николас Кейдж отравил свою печень за несколько недель пребывания в Лас-Вегасе. Никогда не подумал бы, что вы проделаете то же самое со своей жировой диетой. Вы видели фильм «Адреналин»? Там главный герой заряжал свое сердце током. Так что, если вы будете пользоваться электроникой, с вами может случиться то же самое. Я говорю вам как врач, прекратите травить свою печень. Вы добиваете ее. Она не выдержит. Очень странно. Люди с избыточной массой тела, с огромным весом, под 150 и выше, живут и длительное время, а он за несколько недель получил уже печень, которая вот очень скоро отвалится, ему нужно в 911 звонить. Понятно, что врачи нагоняют в страх. Это создает атмосферу у фильма такую. То есть, я, естественно, не говорю о том, что набирать лишний вес – это полезно, но факт в том, что набор лишнего веса не может приводить к таким жутким последствиям, о которых рассказывают врачи. Если у вас начнется понос или рвота, белки пожелтеют, вам срочно нужно будет обратиться за медицинской помощью, где бы вы ни были. Хорошо. Если вас тошнит или рвет, это говорит о том, что печеночная проба ухудшается. Врачи могут перечислять по справочнику, что может с ним случиться в случае чего бы то ни было. Но вот и здесь они его прям пугают. Он в ужасе сидит, думает. Понос, рвота, кровь. Если у вас начнется гангрена, там, начнут отваливаться конечности, звоните в 911. Как набрать, если отвалились пальцы? Мне не верится, что завтра я проснусь, и мне не нужно будет есть в Макдональдс. Последний анализ крови. Все. Невероятно. Последнее взвешивание. Он еще растет. Вау. О, да. О, боже. Да. 95 килограммов. Сначала было 84, потом 88, потом 92. Еще через неделю 91,5. И за последнюю неделю вы набрали 4,5 килограмма. Мы теперь знаем, насколько это вредно. Результаты его диеты вы видите сами. То есть суммарно получилось у него 11 килограмм. Как рассчитывали, столько и получилось приблизительно. Ну, плюс учитываем переменные. Главное, показали бы фотографии до, после. Нет, не показали. Зачем? Если можно вот покривляться и живот свой похватать за складки. И продемонстрировать отвратительную форму. Ты ни с кем не говоришь. Вот ты как. Спустя 6 месяцев рассмотрения дела судья Роберт Свит прекратил дело против Макдональдс. Причина? Девочкам не удалось доказать, что именно употребление пищи из Макдональдс повредило им. Абсолютно это главный вывод этого фильма. Не удалось доказать того, что повреждения, проблемы со здоровьем вызваны Макдональдсом. В фильме это продемонстрировано настолько, насколько только возможно. Они делают все, чтобы подпортить здоровье главному герою. И он питается еще в Макдональдсе. Самое забавное, что это все показано ими самими. Главное, контекст подобрать и пояснить, что же они на самом деле показывают. За месяц, что я не ел ничего, кроме Макдональдс, я набрал 11 килограмм. Моя печень превратилась в жир, и уровень холестерина подскочил на 65 пунктов. Его печень превратилась в жир. Вот, он может этот фуагра уже делать из нее можно. Технически он уже умер, если его печень превратилась в жир. Там фарш было, либо в паштет. Вот, фуагра – это как раз паштет из гусиной печени. Процент жира в организме вырос с 11 до 18. Но это все равно меньше, чем у среднего американца моего возраста. 22% и американке – 30%. Интересно, если бы он стал средним американцем по индексу массы тела, скорее всего, у него печень превратилась бы не в жир, а в двойной Макжир. Я удвоил риск получить коронарную болезнь сердца. Теперь у меня вдвое больше шансов получить сердечный приступ. Большинство времени я чувствовал усталость и апатию. У меня ухудшилось настроение, а сексуальная жизнь просто остановилась. Чем больше я ел, тем больше мне хотелось. Если я не ел, у меня болела голова. Мой финальный анализ крови показал признаки улучшения функций организма. Но врачи были менее оптимистичны. Я очень сильно сомневаюсь, что ваши показатели придут в первоначальное состояние. Хоть это была и капля, но она была. Если бы вы продолжили, то у вас точно развелась бы коронарная болезнь сердца. Подобные анализы и результаты по токсическому воздействию на печень можно получить после алкоголя, можно получить после приема различных препаратов, после приема антибиотиков. Множество штук, которые могут вызвать такие же изменения в липидограмме и общем анализе крови. Но кого это волнует? Врачи скажут, что у нас нет никаких сомнений, что вы вряд ли вернетесь в первоначальное состояние. Что? Воспаление и затвердение печени. Так можно есть фастфуд? Нет. Вы и сами знаете ответ. В очень ограниченных количествах. В совокупности со здоровой пищей и физическими упражнениями. Нет причин, по которой фастфуд может быть таким отвратительным. Он может быть питательным. Это дешевая еда. Она позволяет насытиться ненадолго. Так что это пустая трата денег. Но, к сожалению, вы нанесли вред своему сердцу. Это пустая еда, которая позволяет вам насытиться, получить энергию. Но это пустая трата денег. За месяц моей диеты я съел 13,5 килограммов сахара вместе с их едой. Это почти полкилограмма в день. В довершение ко всему я набрал 5,5 килограммов чистого жира. Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что никто не ест в Макдональдсе три раза в день. А вот безумная идея. Почему бы вам не покончить с двойными порциями? Кому нужна литровая кола и 200 граммов картошки фри? Почему бы не дать мне выбрать из картофеля фри и картофеля фри? Мысль правильная. Если вы едите меньше, то и будете набирать меньше. Вывод хороший. Не поспоришь. Но почему эти компании должны меняться? Они не лояльны к вам. Существует лишь лояльность по отношению к акционерам. Вот где ответ. Это просто бизнес, и не важно, что они говорят. Продавая вам вредную еду, они зарабатывают миллионы. Медицина – это тоже бизнес, и никто не откажется от него ради вас. Автомобили – это тоже бизнес, все бизнес. Образование – это тоже бизнес. Никто не откажется от денег ради чего-то там. Ну и такие же логические цепочки, которые на протяжении всего фильма выстраиваются. Они смешные, абсурдные и никак не связаны с реальностью, но убеждают. Не задумайтесь об этом ради ваших детей. Но если вы решили продолжать жить так, вперед, спустя некоторое время вы можете заболеть так же, как и я, и оказаться здесь. Или здесь. Я думаю, вот в чем вопрос. Кто окажется здесь первым? Вы или он? Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Если у вас есть предложения на обзоры каких-нибудь роликов, фильмов, скидывайте их в комментариях к видео на YouTube. Там же есть ссылочка на сайт проекта, там есть продукция. Подписывайтесь на паблик «СМТ. Научный подход», моя личная страничка ВКонтакте, в Instagram. Всех жду, пишите, добавляйтесь в друзья. И все ссылочки на наши ресурсы есть в описании к видео на YouTube. Также там есть в комментариях к видео на YouTube ссылочки на предыдущие ролики, на которых я ссылаюсь, и мне иногда не хватает здесь места. Ну что ж, друзья, спасибо и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей.